Всем привет! Отдыхаю в Греции, как вы уже поняли, если смотрели мое предыдущее видео и я решила снять небольшой коротенький влог о своих первых впечатлениях. Мы сейчас находимся в городе Коломато, отдыхаем на побережье, но в целом мне бы хотелось и мне бы хотелось просто рассказать о своих первых впечатлениях. В Греции я уже была в мае, первый раз отдыхали на Корфу и, скажем, те впечатления, которые я получила тогда, они не сильно отличаются от того, что я вижу здесь сейчас. Греция, конечно же, проигрывает очень во многом южным курортам Европы по сравнению с Испанией, Хорватии, Франции, Португалии. Чувствуют, что Греция не дотягивает и это выражается в том, что вокруг очень много грязи, люди вообще не берегут природу, то есть она вообще не вышкаленная, не вычищенная. Если ты едешь по трассе, перемещаешься между городами, то можно увидеть печальную картину мусор на обочинах в большом количестве. Как мне сказали, что это джипси лайфстайл и некоторые греки сами, так сказать, не прочь жить такой беззаботной жизнью и обкладывать себя вокруг грязью. И это печально, потому что Греции природа дала очень многое, здесь прекрасное море, здесь красивые горы, здесь чудесный климат, качественные вкусные продукты и вот так вот нерационально пользоваться всем этим, это конечно мне как человеку живущему на севере Европы непонятно и не то что больно, но скорее просто непонятно. Потому что если Грецию отпердолить, например как ту же Хорватию, то это может стать просто европейским раем, для отдыха, для туризма, но вот здесь все как-то вот знаете недодуманно, недопродуманно, люди как бы не заботятся о том, что они имеют, возможно они живут как бы на своих старых жирах, которые вот честно говоря видно, что уже заканчиваются. Парковки, да парковки, парковки неорганизованные, машины паркуют рядом с морем, что как бы для меня дичь полнейшая. Почему я все время не устаю сравнивать Грецию с Хорватией, потому что это одно и то же побережье, очень похожий климат, одно и то же море, но Хорваты гораздо более внимательно и аккуратно относятся к тому, что они имеют, там вы не найдете нигде парковок рядом с водоемов, да все парковки в Хорватии платные. В Греции, пожалуйста, паркуйтесь бесплатно, никто ни о чем не парится, не заботится. Бизнес тоже такой, знаете сказать, небрежный, он не нацеленный на клиента, он такой вот южный, ленивый и в общем вот с таким как бы недобросовестным отношением к клиентам мы к сожалению столкнулись и в общем наше путешествие в Каламату было очень, я бы сказала, стремное. Мы бронировали квартиру через IronBnB с хорошими очень отзывами, я оставлю ссылку в описании, чтобы вы никогда не бронировали эту квартиру, на фотографиях все очень классно, прекрасный вид на город, но первая хостка был очень долгий, то есть с ним было трудно связаться, мы заблудились, мы потерялись, координаты которые нам прислали, они не соответствовали действительности, нету никаких указателей, то есть как мы поняли мы не единственные люди вот с такой вот проблемой, до нас и даже вот как бы мы останавливались только дом поделенный на разной квартирке и воздают разным людям, что до нас приехала пара с пяти-месячным ребенком, они попали точно в такую же ситуацию, они не могли нормально найти дом более того, мы приехали в восемь, уже тянемело, заселились мы в итоге только в десять, переговоры с хозяином или ход, ну как бы, я не знаю, тем, кто в общем занимался именно организацией и улаживанием среди деталей было очень долгий, человека не было на месте, мы переструсовали, в общем это это было ужасно, потому что дорога горит, дорога сложная, я бы даже сказала местами опасная и про все эти нюансы нигде не сказано в описании жилья, более того удивляет то, что комментарии к этому дому были такие хорошие, позитивные, такое ощущение, что родня этого поста оставила комментарии, чтобы завлечь, значит, безлаберных туристов, безлаберных, потому что вот как бы едешь на авось, потому что привык вот так отдыхать, нигде не было никаких таких вот проблем, и вот тут получилось, там и с детьми, я с мамой, и было уже десять часов вечера, кое-как мы добрались, в итоге как бы один из тех, кто сдает эту квартиру, я вообще не поняла, кто там отвечает за что, согласились нас встретить, и дознаться через такие дороги, вам, ребята, это не передать, это вот честно говоря экстрим, я думала, что я несколько раз за шваркну машину, потому что очень низкие дороги между заборами, дорога такая вот, ну, гористая, то есть там не то, что как бы не афальтирована, а вот щебенка, и как бы скользкая, и так было пару раз ощущение, что мы встретимся с этой горы с чертем собачьим, в общем, будьте очень осторожными, выбирая жилье в Греции, потому что, как бы, ну, как мне кажется, что греки в этом смысле, ну, вот на авось они живут, вот они более такие, вот они ужинные, расслабленные люди, нам все-таки привыкшим к какой-то организации, а Эстония все-таки очень организованная страна, это очень сложно понять, принять и переварить, ну, а так как бы вот, пока это вот мои первые впечатления, это касается минусов, конечно, я сделаю несколько обзорных видео на те места, где мы были, покажу вам красивейшие места, которые, которыми наделила природа греков, и я надеюсь, что оставшаяся часть нашего путешествия будет без таких сюрпризов, и мы доберемся до Таллина целыми и невредимыми. Пришли с пляжа, и вот что я еще забыла рассказать, ну, вот как раз были на пляже, и я наблюдала очередной раз картину, когда дети, цыгане, они ходят к людям и конючат деньги, то есть такого я действительно давненько не видела, то есть ни на каких курортах, ни на испанских, ни на французских, ни в Хорватии, в общем, не ходят люди и не клянчат деньги, очень жалостно смотреть, потому что это дети, то есть цыганство в Греции получается очень развитое, а также мы, когда были в Закендесе, ужинали в хорошем, дорогом ресторане, на улице, естественно, и вот дети ходят между столов, просят деньги, в общем, это ужасно, это ужасно, потому что ты понимаешь, что эти деньги пойдут не детям, это ужасно, потому что невозможно не дать этих денег, и, честно говоря, от Греции я такого не ожидала, я думала, что они на порядок выше по уровню развития экономики и социальной сферы, но вот они как-то то ли не заботятся о своем будущем, то есть все как будто бы у них вот солнце, море и неважно, что там будет завтра, то есть цыганщина там распространена, вы знаете, мне кажется, что, если честно, греки недалеко ушли от Румыны, ну, я вот как бы не хочу никого осуждать, но Румыния тоже достаточно экономически слабая страна, и, в общем-то, я наблюдала в Румынии примерно такие же картины, которые сейчас я наблюдаю в Греции, да, если абстрагироваться, наслаждаться солнцем и морем, то как будто бы проблем нету, но в целом, когда ты приезжаешь из достаточно благополучной, не побоюсь этого слова, страны, понимаешь на контрасте, насколько тяжело и бедно живут другие люди, то есть в Эстонии я не наблюдала подобных картин, даже те, кто говорят, что жизнь в Эстонии тяжелая, что маленькие зарплаты, у нас не ходят дети по улицам и не конючат деньги, ну, по крайней мере, я не видела этого. И еще возвращаясь к той ситуации, которая с нами вчера приключилась при заселении, я сейчас переписываюсь с кастомер-суппортом Airbnb, узнать вообще, какие у нас есть права, что мы можем требовать, что, как вообще Airbnb работает в данных ситуациях, будет интересно узнать, какой итог будет после моих коммуникаций с суппортом Airbnb, я вам обязательно расскажу, чем дело кончится. Немножечко сейчас побаиваюсь, потому что Airbnb хотят связаться с хостом этой квартиры, а хост нам вчера конкретно намекал, что если мы будем жаловаться, то типа они вот могут выселиться. Такая странная ситуация, хотя жилье заплачено, то есть нашей стороны, как у клиентов, как у туристов никаких нарушений не было, но вот тоже такой момент, никогда не было никаких проблем, ну практически один момент у меня был, но в целом вот никогда на туристических курортах не было никогда проблем с бронированием жилья через Airbnb. Мы уже проехали город Коломато, но, честно говоря, уже приближаемся к маленькому, наверное, порту, который даст нам лодку добыть до Элапонисеса. Что я могу сказать? Значит, вторая часть дороги совершенно отличается от того, что мы видели до Коломато, собственно говоря. Здесь, так сказать, природа побогаче, видно, что люди как-то более организованы, сельское хозяйство развито, кроме оливок здесь еще и виноград встречается, виноградники, да? Ну и вообще кажется, что ты в Европе, а не где-то в Азии или вот в каких-то таких подозрительных странах. То есть, как-то вот, как-то покраше, покраше, побогаче, да? Вот такие мои впечатления о дороге, которая вот сейчас перейдет нас на остров Элапонисес. Говорят, что Элапонисес – это вот такой греческий рай. Ну что ж, проверим. Ребят, безусловно, в Греции есть свои удивительные места. Я вам обязательно про них расскажу, покажу. Да, первое впечатление было не самое позитивное, но удивительные места и природа все-таки в Греции существует. Обязательно смотрите мои следующие видео, и я вам расскажу про позитивные моменты и красивейшие места, которые вы можете найти в Греции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова